АМХ 50-100 Итак, ребята, есть базовое орудие, которое собой представляет барабан, в котором есть 3 снаряда и, соответственно, у которого есть 170 единиц бронепробития, что для 8 уровня, ну, просто какое-то кощунство. Есть урон в 225 единиц. Казалось бы, мало, но в целом, с учетом того, что здесь 3 снаряда, уже довольно-таки, ну, неплохо. Хотя, далеко и не фонтан. 1906 единиц пробития, ну, я бы сказал, такое себе. Ой, простите, единиц урона, я бы сказал, такое себе. Ну, просто потому, что это 8 уровень, ну, и как бы 1900 для тяжа это вообще не уровень. Разброс на 100 метров, ну, такое себе. И время сведения тоже такое себе. А вот какое себе мы посмотрим непосредственно в бою, потому что цифры оценивать это дурная затея. Что же касается вот этой пушки альтернативной. Я, честно говоря, не знаю, кому как, насколько эта пушка нужна на этом танке, если вы не собираетесь данный танк себе оставлять в ангаре. Мы, давайте, будем предполагать, что мы не будем оставлять себе танк в ангаре, а просто катаем его для того, чтобы открыть АМХ 50-120, девятку в данной ветке. То же самое могу сказать и по двигателям. Катать сегодня буду исключительно на базовом двигателе, потому что выкладывать за альтернативные два двигателя опыт, который можно потратить на АМХ 50-120 для того, чтобы его открыть, я считаю, в принципе, абсурдной и глупой затеей. Особенно, если мы рассматриваем данную машину исключительно как проходную и ту, которую необходимо просто выкатать для того, чтобы открыть себе девятку. Ну, давайте будем говорить так. Для того, чтобы открыть себе девятку, надо 138 тысяч опыта. Для того, чтобы открыть себе два двигателя, вам необходимо 44 тысячи опыта. То есть, одну треть опыта, который вам придется заработать на АМХ 50-100, для того, чтобы открыть АМХ 50-120, вы потратите на двигатели. Ну, как бы, не знаю, на любителя, дальше разбирайтесь сами. Что же касается топового орудия. Топовое орудие будет вам стоить в 35 единиц опыта. Ну, 35 тысяч единиц опыта. Я считаю, что если добавить 35 тысяч взятых здесь, грубо говоря, 45 тысяч взятых по двигателям, то получается 80 тысяч опыта вы потратите только на топовую пушку и на два топовых движка. Ну, в частности, чтобы дойти до девятого движка. То есть, получается, 90 тысяч вы потратите из 138. Дальше считайте сами. Хотите катаете, хотите нет. Я катаю сегодня на базовом двигателе. Я сегодня катаю без альтернативных гусениц, для того, чтобы и на них тоже не тратить опыт. И, соответственно, я сегодня катаю на пушечке предтоповой, но той, которую придется в любом случае вам открыть за 18,5 кусков, для того, чтобы дальше пойти к АМХ 50-120. Я думаю, ход мысли понятен в комментариях. Если вы с чем-то не согласны, пишите, обсудим. Вопросов не имею. Что касается самого орудия. Углы склонения вниз минус 6. Ужас. Просто ужас. С учетом того, что в танчик... Ну, сейчас посмотрим, короче говоря, в бою. Просто для меня вот эта цифра это кошмар. Минус 6. Ну, вообще ни о чем. Что же касается углов наводки вверх. 13. Никогда не использую, не заморачиваюсь над этой цифрой. Средний урон 225 единиц в этой пушке. Мы имеем уже 4 снаряда. А это довольно неплохо, согласитесь. Если так посчитать, то 450 до 450. 900 урона с одного магазина. Время перезарядки снарядов в магазине 3,3 секунды. В принципе, нормально, терпимо, как у многих танчиков, у которых есть магазин. Время перезарядки магазина 22,8 секунды. То есть, грубо говоря, 23 секунды вы будете перезаряжаться. И при этом всем у вас урон в минуту всего 1647. Ну, короче говоря, как для восьмерки, мне кажется, вообще ни о чем. Время сведения, разброс на 100 метров, сейчас посмотрим непосредственно в замесе. Что же касается времени перезарядки, на данном танчике, данное время перезарядки, как обычно у всех барабанов, необходимо еще пережить. А значит, нам необходимо сейчас заценить, в первую очередь, не только подвижность танчика, но и его живучесть. Итак, ребята, запрыгиваем в замес. Ну и, соответственно, посмотрим, что почем. Ребятки, пока мы заходим в бой, я хочу попросить каждого из вас, кто не является подписчиком моего канала, подпишитесь, пожалуйста. Ваши подписки и ваши лайки, это реально то, чего не хватает для жизни на просторах YouTube моему каналу. И без ваших подписок мне будет очень сложно развивать мое детище. Спасибо вам большое за то, что вы оформили подписку, ну и будете периодически смотреть мои видео. Надеюсь, получать от них удовольствие. Итак, ребят, давайте заценим базовый двигатель, базовые гусли. Насколько тяжело или не тяжело едет танчик? Я бы сказал, что едет он довольно неплохо. Есть, конечно, вот вопрос по вот этим вот поворотам вправо-влево, да, для того, чтобы мансить. Все-таки скорость вот этих вот поворотиков, она, ну, прям совсем не дотягивает. Но в целом катить на нем можно. Время перезарядки магазина сейчас посмотрим. Время сведения. Время сведения, ну, как бы так сказать помягче. Вот когда у вас вот такой маленький урон в минуту, который выставляется по характеристикам, то было бы неплохо, чтобы время сведения было, ну, не вот такое вот, когда ты стоишь вот так вот и ждешь, ждешь, ждешь. Ну, а чтобы оно как-то, не знаю, было там максимально незаметным, что ли. Потому что по-другому ощущается полная никчемность твоя на дальних расстояниях. То есть тебе необходимо стоять и надеяться на то, что враг от тебя никуда не уедет. Что же касается времени перезарядки, ну, здесь как бы вот раз шот, два шот, три шот. И самое страшное начинается сейчас, когда вам необходимо пережить перезарядку всего вашего магазина. Попытаюсь немножко мансить, хотя от Эмиля особо не помансишь. На 500 Эмиль уже закинул, и это был только первый его шот. С учетом того, что у него барабан, то, в принципе, косарь, а то и больше, с меня он снимет, ну, просто к гадалке не ходи. Соответственно, что касается времени перезарядки магазина, ребят, время необходимо сразу закидывать в себе в расчет того, как вы будете отыгрывать, ну, и, соответственно, где вам с этим орудием стоять. Вот сейчас я столкнулся исключительно с Эмилем, и Эмиль уже снес мне 1300 единиц запаса моей прочности. О чем это говорит? Это говорит о том, что отыгрывать на данном танчике на первой линии, встречать врага, бодаться с ним, ну, как бы, я бы сказал, вообще не то, чего этот танчик позволит вам делать. Сейчас Эмиль явно на меня выйдет, я, может, сделаю один шот, и, в принципе, я думаю, что на этом я буду в ангаре. Ну, вот то, что я вам и говорил. Короче говоря, бьется он, как вы видите, и с верхней бронелиста есть отверстия, и с бочинки немножко. Нижний бронелист, поверьте, бьется тоже довольно легко. Башня у него, да, со склонениями и с всеми вот этими вот твердыми местами, она довольно играбельная. Но что же касается самого корпуса, как и на предыдущем танке по этой ветке, корпус абсолютно неиграбельный, и, честно говоря, ну, на тяжа он не совсем похож. Сейчас досмотрим наш бой, и, соответственно, пойдем в ангарчик, посмотрим наши результаты. Итак, ребят, поражение, проиграли. Я не знаю, честно говоря, что мы смогли сделать для победы, особо ничего, потому что мы поехали сами против девятки. Особо нас никто не поддерживал, не прикрывал. Накинули мы неполные 700 единиц урона. Мы явно с вами, ну, по серебрухе ушли в минус. И, соответственно, по результативности нашей команды, ну, оставляет желать лучшего. О чем говорим? Возвращаемся к той же теме, которую обсуждали, когда мы смотрели с вами на АМХ М4-45. Этот танчик не является танчиком прорыва, поэтому рассчитывать на то, что вы поедете, будете сами держать какой-то фланг, как вы могли бы это делать на каком-нибудь там Исея, Эмиле, я не знаю, там, на КВ. Абсолютно не рассчитывайте, не на то машинка затесана. И я, честно говоря, не совсем понимаю, на что она затесана. В свое время, когда появилась эта ветка, она произвела фурор. Но фурор она произвела по одной простой причине. Потому что в то время не было тяжелых танков с барабанами. Ну, вот не было их. И когда она появилась, все резко начали качать. Потому что барабан это было что-то удивительное, что-то новенькое, что-то нестандартное. Ну и, соответственно, конечно, приятно заехать куда-нибудь в бой на восьмерке, на девятке и откидывать барабан. То есть ты весь такой веселый, шотишь, шотишь, шотишь. И все, честно говоря, французов боялись. Потому что все-таки, когда на тебя выезжал барабанный танк, и он начинал в тебя отстреливать, да плюс ты еще не понимал, сколько он до этого уже отстрелил снарядов, то есть сколько у него в запасе есть. Ну, в общем, это как-то немножко смущало, я бы так это сказал. А сейчас, честно говоря, для меня французы вообще не являются какими-то страшными тяжелыми танками в бою. Я никогда не боюсь на них выезжать. Мне вообще, в принципе, по барабану, сколько у него снарядов в магазине сейчас осталось, если у меня есть запас по ХП в районе хотя бы полторушки. Но по одной простой причине, потому что если он меня не вынесет с одного барабана, то дальше, пока он будет перезаряжаться, я в него уже всуну все, что смогу успеть. С ускоренной перезарядкой, ну и подобными вещами. Итак, вот вам стрельба на дальнем расстоянии. Вот вам сведение. Но я бы не сказал, что оно какое-то там прям ахти. Да и круг сведения, извините, тоже далеко не маленький. Я бы сказал, что он больше дискомфортный, чем комфортный. Одно дело, когда у тебя есть при таком сведении, при таком разбросе возможность нанести, допустим, сразу за шот хотя бы там полкосаря косарь, да, вопросов нет, можно потерпеть. Но в целом, блин, я бы не сказал, что это доставляет какой-то фан и удовольствие в игре. Итак, ребятки, стоим мы на непонятном абсолютно месте. Поехали сюда. Я думал, честно говоря, что здесь кто-то будет. В итоге даже СТ-шки туда проехали. Но, короче говоря, как-то немножко нам с расположением не подфартило. Что касается пушки, даже на дальнем расстоянии, она отыгрывает довольно неплохо. То есть здесь каких-то нареканий с моей стороны нет и быть особо не может. Да, безусловно, как и всегда, иногда где-то что-то как-то летит абсолютно не туда, куда ты целишься. Такое бывает. Такое бывает довольно-таки на большом количестве танков. Но эта пушечка, она не славится, в кавычках говоря, вот такими вот дурацкими игровыми ситуациями, когда ты вообще не понимаешь, куда ушел твой снаряд. Вот если вам повезет где-нибудь там вот так вот встать, спрятаться где-то вот совсем вдалеке и отбрасывать, ну тогда вы от танчика плюс-минус что-то получите. Но, честно говоря, с таким же успехом можно взять какую-нибудь ПТ-шку 8 уровня, и результативность ваша для команды, она будет существенно выше. И, соответственно, для победы вы сделаете чего-то больше. Вот сейчас уже уехал один враг, второй куда-то перекатывается, сейчас двое врагов ушли из-за света, а мы все еще перезаряжаемся. Ну и, соответственно, толку от нас команде, ну, я бы сказал, маловато. Сейчас перекатимся к тяжику, который на 500 хп остался, попытаемся его вынести. Если у нас это получится, то, возможно, от этого будет какой-то толк, от того, что сейчас происходит. Ну а если мы его не вынесем, то, соответственно, и разговаривать не о чем. Как вы видите, бьет он нас почем зря, прошивает только так. Куда прошивает, мы потом с вами посмотрим. Не вижу я ничего остального, что можно здесь делать, кроме как встать с ним в клинч. Ну и, честно говоря, тут мне, наверное, больше повезло, чем это была исключительно моя заслуга. Против КВ-4 противопоставить мне особо нечего. Мне еще 12 секунд перезаряжаться. Кроме как пытаться где-то как-то мансить и прятаться, ничего мне не остается. Но, ребята, против КВ промансить долго тоже не выйдет. Поскольку зараза пробивная, до безобразия. Сейчас попробуем высадить в него магазин. Но, честно говоря, с нашей альфой, я думаю, что особого результата это тоже не даст. Потому что, ну, вот так вот накидывать по 200 с копейками тоже особо не фонтан. Итак, ребят, еще один проигрыш. Как вы видите, пробили и в верхний бронелист, но сзади в башню, понятное дело, место мягкое, тут вопросов нет. В бочинку прошили, тоже абсолютно не удивляет. Ну, как бы, удивительного в отношении бронирования данного танка не вижу ровным счетом никакого. Что касается игры от башни на данном танке, сейчас кратенько обсудим. За наше поражение, я сейчас просто сухо процитирую, мы нанесли 1863 урона. И заметьте, ребята, мы это смогли сделать только потому, что стояли черзно где по отношению к врагам. Если бы стояли где-то поближе, если бы были непосредственно в замесе, нас бы просто разобрали, на этом бы все закончилось. Заняли первое место по урону, и вы сможете его занимать, опять-таки отыгрывая только вот стоя неизвестно где по отношению к основному рубилову, которая происходит у вас на карте. Вот и вся история по данному АМХ. Что касается игры от башни. Да, башенка такая типа плоская, типа все окей, но, ребят, вот она бьется, да, там есть места, которые бьются. И я прошу заметить, что особо от башни вы не поиграете, потому что у вас вниз минус 6. И поэтому я вообще не представляю себе, где конкретно вам необходимо спрятаться, для того, чтобы спрятать свою тушу картонную, ну и, соответственно, этой маленькой башенкой отыгрывать. Вот и все, вот и вся история про АМХ 50100. Если у вас есть что добавить или возразить, обязательно пишите в комментариях, обязательно все обсудим. Ну, а я на данный момент закругляюсь, у меня все, больше комментариев нет. Всех благ, всего хорошего, подписывайтесь на канал, возвращайтесь, у меня только честные обзоры танков такими, какие они есть на самом деле в руках среднестатистического танкиста. Всех благ, всего хорошего, ну и, как обычно, всем желаю исключительно мира и спокойствия. Субтитры создавал DimaTorzok